Всем привет! Воскресенье утро и вот мы сегодня решили продолжить наши беседы на сумасшедшие медицинские, околомедицинские и другие темы. Наша прошлая запись была почему-то очень и очень популярная, я даже не ожидал. И поэтому сегодня мы решили записать с доктором Хейхицем вторую беседу. Ваше здоровье, господа и дамы. Мы настоящим бархатовым пьем за вас. Ваше здоровье, благоденствие и за все самое-самое доброе, светлое и хорошее. Ну сегодня как-то странно, я даже не ожидал, что прошлая наша с тобой беседа будет как-то так вот дико. В жилу так. Да, народу почему-то это понравилось. Я даже думал, что это как-то вот совершенно нас побьют. Нас почему-то даже не побили, попросили развить тему. Сказали, что, погоди, сказали вот так интересную вещь. Сказали, что тема теории заговора не раскрыта. Не раскрыта, правильно. Так она всем человечеством не раскрыта. Она и нами не раскрыта. Но на этой неделе, если ты заметил, произошло два вопиющих события, просто вопиющих, которые эту тему раскрывают очень сильно. Первое. Некие хакеры, по-моему, даже русские хакеры, вскрыли сайт ученых, которые занимаются проблемой глобального потепления. И выяснилось, короче говоря, что, во-первых, никакого глобального потепления нет, а есть наоборот глобальное похолодание. В том смысле, послушай меня. Вот как раз жарко. Потому что холодно. Нет. Жарко – это перед глобальным похолоданием. Послушай меня. Выяснилось, что температура планеты не повышается, а понижается, во-первых. Во-вторых, выяснилось, что деятельность человека, скажем так, влияние деятельности человечества на климатические изменения мизерна и совершенно незначительна. Выяснилось, что изменение климата происходит по некой закономерности, которая нами не познана. А самое главное, выяснено, что вся вот эта банда экспертов, которые пугают нас глобальным потеплением, все это подкупленные товарищи, которые специально парят нам мозги, фальсифицируют данные для того, чтобы погреть на этом карманы и руки. То есть получается вот это вот вся… От Альберта Гора. Понимаешь? И до нынешних всех вот этих вот болтунов – это все банда лжецов и воров. И все эти симпозиумы, все эти конференции, весь этот дикий трек про глобальное потепление. Все полная ложь. Причем они сами пишут, значит, друг другу, да, и хакеры вскрыли их переписку, да. Один другому пишет, Майкл, я сегодня там провел, сделал такой фокус, и специально у меня получилось, что я повысил температуру планеты на 3 градуса. Ты представляешь? Но это еще не все. Датские СМИ вскрыли заговор экспертов ВОЗ относительно свиного грифа. Ну это я слышал. Ты слышал. Да, об этом много довольно-таки. Знаешь, вот эти два эпизода, только два, да, они проливают свет на теорию глобального заговора, как на движущий элемент всей мировой политики. И дело даже не в политике, Андрюша. Я еще раз вот говорю, да, все должны жить в постоянном страхе. То к земле летит астероид, то глобальное потепление, то, значит, какой-нибудь свинячий или поросячий гриф, да. То херк горы. Это совершенно. Самое главное, чтобы ты с самого утра и до позднего вечера трясся. То есть шел пульс и уклонялся от сердца. Совершенно верно. Да, и поэтому ты не видишь. И, понимаешь, чем выше ты держишь нос, тем чаще ты смотришь на небо, тем реже ты смотришь под ноги. И тем меньше ты замечаешь, как в очередной раз залезли тебе в карман. Ну это так. Послушай, вот, понимаешь, ты сейчас вспомнил фразу одну Бертрана Рассела, да? Знаешь этого замечательного? Он сказал, абсолютное большинство людей предпочитает скорее умереть, чем начать думать. Ты понял? Смотри, мы дети рекламы, внуки традиций и правнуки преданий. Мы живем, как обезьяны, подражая друг другу и беря пример с наших бабушек и дедушек. Кстати, я по этому поводу... Выпьем за это. Пожалуйста, здоровья. Я по этому поводу довольно-таки неплохую книжку, где-то полтора или два года назад почитал, называется «97 центов». Она как раз написана бывшим товарищем из Данона, который сам создал вот этот, он такой, ну, да, ну, нафиг того ерунду. Вот, потом он с ними же рассорился, ушел и написал вот эту довольно-таки интересную книжку, в принципе, про рекламу, вот, про теорию вот эту всю и так далее. Довольно-таки интересную. Я рекомендую, вообще, научитесь книги читать, люди, это полезно. Да, иногда читайте не только свои сберкнижки в трех томах, но и научно-популярную литературу. И не только в туалете. И не только в туалете. Хотя, чтение в туалете очень способствует пищеварению. Я как бывший проктолог говорил. Я тебе говорю, тот, кто читает, испытывает моральные муки. Понимаешь, муки познания. И стало быть, уровень физических мук при совершении естественных отправлений падает. Понимаете, да, еще, да? То есть, чем выше вы мучаетесь морально, тем ниже вы мучаетесь физически. Черт возьми. Вот сидит человек, который на пикцах ковырялся, в задницы заглядывал. Черт, сейчас я пихер на тебя. Почему? Женщинам тоже туда заглядывал. Заглядывал, потому что невольно ошибаешься иногда. Да. Ну, что поделаешь? Ну, блин, куда он только не заглядывал. Потом прибор какой-то изобрел. Ни один. Ни один. Полмира объездил. Немцам голову расплющил. Почему немцам голову расплющил? Я им счастье принес. Ну, с ума сойти. До сих пор треть Германии пользуется нашей аппаратурой. Российского производства. Это такая великая сволочь. Это великий человек. Это с ума сойти. Великая сволочь и великий человек это одно и то же на самом деле. Это тавтология. Да, да, да. Так вот, о теории заговора. Так вот, я говорю, что на самом деле, вот я считаю, что 20 век был поворотным в истории человечества только в одном отношении. Со второй половины 20 века правительства всех развитых государств вступили друг с другом в совершенно фактически явный сговор. Вот я считаю, это мое личное мнение, пусть я параноик, обыватель, ради бога. Но я считаю, что вот как только в мире поднимается шум, ой, падают цены на нефть, ой, летит астероид, ой, потепление, ой, похолодание, ой, свиной грит, да? Как только СМИ поднимают колоссальный шум по какой-то проблеме, втихаря за нашей спиной, в очередной раз залезают к нам в карман. Ну, вот не только насчет кармана. Я-то знаешь, какой странный? Ну, карман это в глобальном смысле. Вот погоди, я какой уклон хочу здесь дать. Есть один хороший человек в Екатеринбурге, журналист, господин Пашков, который в свое время создал очень интересный сюжет, который никуда не пошел. Он был тогда с Абкором Известий, он создал сюжет, назывался он «Генералная сибирская язва». Может быть, ты помнишь? Так я сам ликвидировал эту инфекцию, ты что? В 78-м году я молодой инфекционист, только пришел на работу в 7-ю клиническую больницу города Екатеринбурга. И в апреле 78-го года на нас свалилась эпидемия якобы сибирской язвы. Хотя все знали, что это бак оружия. Я просто говорю, почему я хорошо тоже помню, как большой был шум, когда матом тряпкой ходили люди в спецкостюмах. Да я ходил в этих костюмах, Андрей. Да, это инопланетяне был он. Просто я к чему говорю, что именно генералы сибирская язва и так далее, вот эта тематика. И тут в этом плане недавно поступившая информация по поводу вот так популярной, скажем так, скрученно-распиаренной болезни под названием СПИД, что это вовсе не какая-то инфекция, которая там злые негры каким-то зоофильным образом обезьянны. Полная ерунда. Я, во-первых, хотел бы спросить. Вот кто видел вирус СПИДа, поднимите руки, ноги, уши, носы, любую часть тела. Кто видел вирус СПИДа? Никто. Этого вируса нет. Нету его. Я не согласен с этим. Творение рук человеческих в смысле СПИДа заключается только в том, что на пустом месте совершенно раздутая истерия. На самом деле количество вирусов, которые могут вызвать иммунодефицит, громадно. Вирус Герпеса может вызвать тотальный иммунодефицит, цитомегаловирус может вызвать тотальный иммунодефицит, Вирус папиллома человека может вызвать тотальный иммунодефицит. И еще без на непознанных нами вирусов может вызвать иммунодефицит. У СПИДа клиники специфической нет. А тогда чем болеют все те толпы людей, которые... Объясняю. У человека по непонятным пока причинам катастрофически падает уровень напряженности иммунитета. И человек начинает болеть всеми инфекциями и умирает от тотального поражения организма инфекционным началом. Самым разнообразным. Это может быть пневмония, это может быть сепсис, это может быть все, что угодно. А почему в таком случае у них одинаковые симптомы? Потому что клиника иммунодефицита всегда одинакова. И заключается она в том, что человек начинает беспрерывно болеть всеми на букву F заболеваниями. Просто всеми. И при этом все эти разные вызывания передаются одним и тем же половым путем. Да не передается ничего половым путем. Все это глупости. Это все полная глупость и ерунда. Никто не знает, чем это передается. Все это не установлено. Вируса никто не видел. Мы точно знаем только одно. Что по непонятным пока причинам большие массы людей начинают переносить иммунодефицит. Для этого причин может быть масса. Для этого причиной даже может быть глубокое падение эстетического и нравственного начала. То есть чем больше человек испытывает угрызения совести, чем больше он испытывает страх, чем больше он испытывает депрессию. Я тебе скажу. Мое искреннейшее убеждение заключается в том, что на первом месте по заболеваемости в мире и по смертности стоит депрессия, которая принимает соматические формы. И мы ставим диагноз пневмония, гепатит. Самые разные. На самом деле, прежде всего, человек начинает болеть депрессией. У него падает уровень уважения к самому себе. Он испытывает тяжелейшее чувство вины. Он испытывает угрызение совести. Он испытывает страх. Он испытывает комплекс неполноценности. Он чувствует себя ничтожеством. Самое первое из этих соматических болезней, это, собственно, был рак. И теперь ты хочешь сказать, что... Да и рака никакого нет. Ух ты, ничего нет. Ну, послушай меня. Что же такое? У вас что-то не возьмем, у вас ничего нет. А я, да, именно. У вас ничего нет? Потому что брать надо другое. Вот то, что все берут, вот этого ничего и нет. Ой, у нас в России все берут. Да где угодно. Вот в этом Волонт был совершенно прав. Что мы не возьми, ничего этого нет. Потому что мы вместо причин хватаемся за отдаленное следствие. А о настоящей причине никто не говорит. А причина одна. Я скажу. Вследствие тотального, которое охватило весь земной шар, конфликта между принципом устройства власти в глобальном смысле. Не в России, в США, там, да. Вообще где угодно. Глобальный конфликт между принципом устройства власти и ощущением людей при этой власти, понимаешь, да, вот этот конфликт порождает тотальную депрессию. И среди властей придержащих, и среди населения стран. И от этого все, абсолютно все беды. И экономический кризис, и возросший уровень заболеваемости, и так называемый СПИД. Вообще все от этого. То есть, если есть какой-то кризис, то кризис этот носит нравственное начало. Кризис жанра. Да. И заключается он в том, как, это же гениальный Марк сказал, да, что верхи не могут, а низы не хотят. Сексуально звучит. Абсолютно. Понимаешь? То есть, принцип государственного устройства, основанный на доверии между властью, между тем, кто командует, и тем, кто подчиняется, этот принцип потерпел крах. Злой ты? Да. Ой, злой. Да. И можно ставить любые диагнозы. Можно говорить о СПИДе, о чем угодно. Можно говорить о гриппе, можно говорить об астероиде. Понимаешь? И вот власть прекрасно ведь это знает. Там же сидят не дураки, умные люди. Понимаешь? И они прекрасно это знают. И для того, чтобы мы с тобой не думали об этом и забыли об этом, нас пугают. То нашествием глистов, то нашествием СПИДа, то астероидами, то доллар-евро. Сейчас должны все каждый день следить, как рубль поведет себя по отношению к доллару и евро. А он херово все ведет. Да это вообще, фу, на это и смотреть не надо. Не надо. Нам-то что? Он все равно плохо себя ведет. Он и будет себя плохо вести. А есть задача такая, чтобы он себя плохо вел. Понимаешь? Есть такая задача. Вот и все. И все эти взрывы Невских экспрессов. Это все работает громадный, прекрасно отлаженный механизм. Чем хуже, тем лучше. Хорошие людей пугать. Они и так уже боятся. Плохо я. Страшный человек. Я страшный человек. Ну пусть. Бойтесь меня. Ты лучше... Да, да, да. Ох, страшный человек. Ты лучше людям, не скажи, что все это туфту нести, лучше людям расскажи, чем простые люди, которым наплевать, навлажь, какие заговоры ставить. Ну чего ты простым людям делать? Они болеют. В том числе и тем самым спидом, который не существует. И гриппом, который не существует. У меня есть конкретное предложение. Расскажите. Заключается оно в одной фразе. Давайте начнем думать. Хороший человек. Что бы мы ни читали, кто бы нам что бы ни сказал, что бы мы ни увидели, давайте начнем думать, а потом уже совершать телодвижение. А ты в курсе, что вообще только 3% людей способны к обучению, 97% в принципе обычные люди? Я в курсе. Но мне кажется, что эти цифры можно скорректировать личным примером. Личным примером. Вот если каждый, кто является сегодня дураком, и я в том числе, я не тоже рад, ну конечно, а как же, ты что, ты думаешь, я не боюсь? Дураки мы все. Если каждый начнет думать о своем рабочем месте, прежде чем куда-то побежать, что-то на что-то поменять, прежде чем пойти в аптеку и купить очередной фуфломицин, прежде чем что-то сделать, мы хотя бы на 5 минут включим голову, мы избежим массы ошибок. Вот насчет включить головы, я хочу небольшую ремарку сделать. Вот в прошлый раз мы с тобой пугали людей как раз отсутствием свиного гриппа, и так вот совпало, что хороший человек, вот Фил из Бостона, у него как раз заболела дочка, он пошел к хорошему, как оказалось, к хорошему доктору, который ему сказал, не мучайте ребенка лекарствами, идите домой. Ну и правильно. И что, я его спрашиваю на днях, ну как дочка выздоровела? И он не отравил никакими вакцинами? Я в прошлый раз говорил и сейчас говорил, никакого свиного гриппа нет, идет обычное сезонное повышение острых респираторных вирусных инфекций, все остальное и дикая ложь, это все. Ты понимаешь, вот насчет всего этого, я тебе говорю, что ведь кто в данном случае спас ситуацию? Он как папаша испугался дочку, он ее поволок к врачу, нашелся умный врач, который стал травить. Так вот проблема-то, наверное, в том, что вы врачи-сволочи, пудрите людям голову. Возможно, что мы и сволочи, но мы не первые сволочи и не последние. Это во-первых. Во-вторых, врач никакой не Иисус Христос. Обычный больной человек, на мой взгляд, нужен поступать следующим образом. Врач номер один вам сказал, у вас острый перепердит. Хорошо, выслушайте. Пойдите к другому врачу. Получите альтернативное мнение. Пойдите к третьему врачу. Получите два-три альтернативных мнения. Это все-таки снижает процент ошибки. Но почему надо сразу, там, не знаю, первого встречного поперечного, выслушав, бежать в аптеку и покупать какой-нибудь очередной ерендопедрол? Я этого не понимаю. Такова жизнь. Да не такова. Такова смерть. Нет, простой человек, который где-то трудится, он знает одно. Для того, чтобы лечиться, надо идти к врачу. Для того, чтобы ремонт квартиры делать, надо идти к строительству. А я говорю, что прежде чем делать ремонт квартиры, надо думать. И прежде чем что-то предпринять, все что угодно, от покупки ботинок до переезда в другую страну, надо думать. Причем, как правило, получается, что много-то думать не надо. Вот достаточно 10 минут посидеть и включить мозг, и многое становится ясным, понятным, предстает в ином свете. Ну, думать это надо, я тоже всегда за это ратаю. Но ты же знаешь, что все-таки большинство людей, они привыкли жить неким шаблонами. А жизнь на земле, по счастью, не управляется большим числом людей. Жизнь управляется меньшим числом людей. Вот и получается, что эти 3%, когда я говорил, они все равно будут управлять, а эти люди, вот 97%, все равно будут мирить и будут танцевать под свидетельством. Дело в том, что прирост населения распределяется так, что количество дураков прирастает быстрее, чем количество умных людей. Понимаешь, да, в чем дело? Мой диагноз – острый дефицит мышления. Острый дефицит мышления. И лекарство к этому? Думать. Деяния. Читать, во-первых. Читать. Много читать. Читать хорошие книги. Они есть. Они есть в интернете. Они есть в магазинах. Первое – читать. Второе – смотреть хорошие фильмы. Умные хорошие фильмы. Третье – разговаривать с умными людьми. Вот как мы с бархатом. О, нет. Я-то дурак. Господи, боже мой. Еще. Минуточку. Ну хорошо. Ты дурак, я дурак. Минус на минус. Дали плюс? Наверное. Вот. Вам, товарищи, может быть, думается, что это крест. А на самом-то деле это плюс. Это не плюс, это не крест. Это буква Х. Нет. Буква Х – это вот. А я вот показываю. Видишь, камера, да? Показываю плюс. Смотрите. Левая, правая. Ну, пытаюсь. Понимаете. Ну, ладно. Ну, пусть будет буква Х. Почему? Пусть будет буква Х. Хейфиц. Хорошо. Да. Хейфиц. Вот. Я, кстати, вот насчет буквы Х. Да. И вот сегодня то, что я сейчас нагрелил о дуре. Вот сейчас у нас очень самая популярная вещь. Вот мы с тобой это уже говорили. Сидел Доктор Хаус. Ты его обругал. Ну-ка, расскажи всем, что ты думаешь. Во-первых, Доктор Хаус никакого отношения к медицине не имеет. В каждой серии он говорит полную чушь относительно чисто медицинских вопросов. Это первое. Начните вопрос. Второе. Минуточку. Вот. Это ошибка. Раздаются такие призывы. Забудьте о медицине. Доктор Хаус не о медицине. Это психологическая драма. Значит, психологии там нет никакой. Кроме того, что Доктор Хаус параноик и шизоидный психопат. Это видно по его лицу и слышно по его суждениям. А вот психологизм этого фильма, да? И кому я аплодирую. Острый психологизм замечательный проявили продюсеры и менеджеры, которые создали этот сериал. Потому что они поняли, что как только на экране появляется параноик и психопат, он немедленно овладевает вниманием масс. Вот эти господа и проявили острый психологизм. А никакого другого психологизма в Докторе Хаусе нет. Доктор Хаус. Это очень позитивно. Что ты все это ругаешь? Зло это сегодня вообще? Дамы и господа, невзирая на ваш пол, национальность и социальный достаток или антидостаток, я вас люблю. Будьте счастливы и думайте, думайте, дамы и господа. Из-за чего мы пьем чай и оставляем вас отдыхать? Вы можете сомневаться, чай или это? Но это ваше правило. Чай, 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 чай. Все равно лучше. До скорой встречи. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова